И всем привет, ребят, с Мистер Байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим замечательным долгожданным анонсам. Сегодня у нас четверг, 4.40 уже по времени, и сегодня мы вместе с вами обсудим все новости, которые у нас появились в списке обновлений на момент четверга, которые будут у нас завтра уже в игре. Если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный такток Тимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня в списке обновлений довольно большое количество изменений на первый взгляд, хотя если в целом все это дело взять в совокупности, то этот релиз не выглядит супер масштабным. Но есть полная перебалансировка расходников, а также дронов, и честно говоря, я такого даже ожидать и не мог. При этом есть еще новые моменты, добавлено скрытие предметов для новичков за специальным символом вопрос, будет также применяться при выходе новых, но еще не анонсированных скинов и тому подобное. То есть у нас будет появляться просто знак вопроса, который будет означать о новом каком-то замечательном предмете, о котором даже информации еще пока что не будет. Также у нас исправлен баг поведения ботов на маленьких званиях, так как только на маленьких званиях боты имеются. Ну и дальше перебалансировка расходников. Ремкомплект, частота ремонта теперь 250 миллисекунд, ремонт затик 100 единиц. То есть, если я правильно понял, аптечка будет хилить быстрее, число тиков ремонта стало 30, ну и время перезарядки стало 22 секунды, но она никак не влияет, так как 22 секунды плюс 8 секунд будет работать тики с хилом аптечки. Но вы должны понимать, что тики будут работать только в том случае, если по вам в этот тайминг не наносится урон. Если как только по вам проходит урон, соответственно, вы себе дальше хп не захилите. В целом выглядит, наверное, неплохо, но особо сильно с аптечкой ничего не происходит. Зато происходит с другими припасами, а именно с повышенной защитой, уроном, ускорением и... И, да, вот этими тремя припасами время действия становится на 10 секунд больше, при этом время перезарядки становится на 5 секунд меньше. Соответственно, у нас будет меньше кулдаун расходников, что в целом выглядит очень и очень круто для всех тех игроков, которые долго живут у нас в матчмейкинге. Тем самым данное обновление чуть меньше принижает достоинства того же Гипериона. Да, при этом нерфится у нас мина, критический урон теперь она будет наносить не 4 тысячи, а 2 тысячи, но при этом шанс крита будет на 10%. Был 5%, ставит 10%. Ну и с этим всем делом еще и происходит перебалансировка практически всех дронов, а именно механика, защитника, бустера, ловкача и диверсанта. Что касаемо изменений, то в целом здесь все подстроено просто под как раз таки новые припасы и удалены ускорения перезарядки дополнительных припасов за счет активации других припасов. То есть то, что было раньше, теперь оно так работать не будет, потому что перезарядка дрона будет крайне маленькая, ну и с снижением времени перезарядки соответственно у вас будет возможность сразу же прожимать припасики, как я понял. При этом еще снижение времени перезарядки у нас на диверсанте, но диверсант в принципе наверное особо не интересен, но кстати Гиперион здесь не вынесен. Ускорение перезарядки всех припасов 10, 20, 5, 15. Не понял. Поведение дронов фактически не меняется, потому что перезарядка основных расходников сокращена с 20 до 15. То есть грубо говоря ничего не меняется, Гиперион также сам остается в том же балансе, единственное меняется только вот механика других дронов, но я так понимаю, что это тоже не критично и особо это ни на что ролять не будет. Просто из-за того, что у нас новые припасы, соответственно и новая работа дронов. Ну и при этом еще кризис теперь снижает время перезарядки расходников ремкомплекта и мины с 0 секунд до 5, с 0, с 0, 5, чего? От 0 до 5 секунд снижение времени перезарядки расходников? А, то есть, подождите, каждые 5 секунд можно на кризисе юзать аптеку? Да это же имбалюты. Каждые 5 секунд? Если каждые 5 секунд на кризисе можно юзать расходку, то это очень жестко. Но имея в виду мины и аптечки, это может быть очень сильно. Ну а что касаемо другого, то в принципе как-то так. В целом, я скажу, что это довольно неплохая обнова с точки зрения того, что вы будете тратить меньшее количество припасов. Ну и будете постоянно находиться на них. То есть, если вы долго живете, меньше припасов тратите, больше прибыли с этих припасов получаете. Поэтому в целом выглядит, наверное, неплохо. Пишите, что вы думаете по этому поводу, как вы относитесь и как вы считаете и согласны ли вы с моей точки зрения по поводу всех этих изменений. Обязательно поддержите данный видос лайком. Ну и уже завтра сможем все это дело протестировать, рассмотреть и решить, в каком виде оно стало лучше или хуже. У меня, друзья, на этом все. Обязательно поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну а с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.